В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булачева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось первое судебное слушание по иску областной организации политической партии «Удар» Виталия Кличко к одесскому городскому голове. Теперь вместе с Алексеем Костусевым ответчиками будут проходить еще 88 депутатов Горсовета. Некоторые подробности в нашем сюжете. Напомним, 21 декабря прошлого года во время сессии Горсовета общественники провели акцию стен мэрии. На этой же сессии по инициативе Алексея Костусева было принято обращение, в котором по отношению к активистам было использовано понятие фашизм. Областная организация партии «Удар» Виталия Кличко обратилась в Приморский суд с иском, в котором содержалось требование к городскому голове принести извинения территориальной громаде за публично высказанное оскорбление. Сначала в иске было отказано, но после победы в апелляционном суде иск приняли и состоялось первое заседание суда под руководством судьи Оксаны Суворовой. Поддержать своих товарищей в суд пришли и сами общественники, участники акции 21 декабря. Я считаю, что Алексей Костусев должен, точно так же, как он провел вот этот демарш с компанией «Викойл», пришел сюда, в стены Приморского районного суда, он должен прийти сюда, в суд и доказать свою позицию, признать свою неправоту и попросить прощения у всех одесситов, которых он оскорбил. Я не являюсь фашистом. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне. Я это докажу в суде и потребую, чтобы Алексей Костусев ответил перед памятью моего деда, который жил, боролся за нашу Украину. Меня было названо фашистом, фашистским недобитком в числе всех тех людей, которые приняли участие в этом заходе. Принесла сегодня фотокартки своего деда, который пришел в боевой шлях от Москвы до Берлина, для того, чтобы еще раз ему подтвердить, что одесситы, которые боролись в Великой Отечественной войне, они продолжают бороться и сегодня против тех людей, которые действительно фашистами. На первое судебное заседание, к удивлению истцов, представители городского головы таки пришли. Они выступили с ходатайством, чтобы вместе с мэром по иску отвечали и все 88 депутатов Гурсовета, которые на сессии 21 декабря проголосовали за принятие того самого скандального обращения со словом «фашизм». Суд удовлетворил эту просьбу, и теперь все 88 депутатов будут вынуждены приходить на судебное заседание. Я думаю, что это решение очень доречное. Судья объективно оглянула эту ситуацию, приняла законное решение, потому что и сами представители позывающих, и позывающие наполягали на то, чтобы эта информация была оголошена, был оголошенный склад того депутатского корпуса, который допустил такие антиконституционные действия. Костусев по своей привычке, как шкодливый ребенок, сделал что-то нехорошее, а теперь он хочет эту всю ответственность равными частями на 88 депутатов, которые бездумно за это все проголосовали и фактически обозвали одесситов, которые вышли за отстаивание своих прав и свобод, и своей людской чести и достоинства, обозвал их фашистами. Сергей Гуцалюк считает отрадным тот факт, что кроме ударовцев, с подобными исками в суд обращаются и другие общественники, участники событий 21 декабря. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны отвечать за каждый свой шаг, каждое слово и не клеить ярлыки на людей, уверен он. Мы знаем, что без этих штампов у Костусева никак не бывает. Это все позерство, это все для публики. И реальными вещами не хотят вражеские власти заниматься. Они ищут каких-то пугал, ищут каких-то ветряных мельниц, какие-то ветряные мельницы для того, чтобы опродовать свою бездеятельность, свою бездарность, свою безхозяйственность. Бюджет города увеличивается. Для предпринимателей создают комфортные условия. Объем инвестиций растет. В таких радужных красках представили экономическое положение Одессы руководители нескольких управлений городского совета. В основе всего, как всегда, лежат деньги. Работу департамента финансов его директор считает вполне успешной. Впервые за последние 7 лет бюджет города Одессы в целом, я акцентирую внимание, в целом был выполнен. Особенно заботятся наши чиновники о малообеспеченных гражданах. Социальные программы выполнялись отлично. Только вот одесситы думают иначе. Вы понимаете, как можно прожить за 600 гривней? Я получаю 900. Я получила сейчас лекарство, купила, 287 рублей. Скажите, во всем не осталось? Нема денег, мы себе во всем отказываем. Во всем. Я не могу купить ни яблочко, ни цибулю полноценную. Пойду, фитраюсь, где разрезано, где лопнувши, а дрова выхода нет. В каком виде Одесса сейчас, каждый горожанин хорошо знает сам. Самостоятельно привести город в порядок наши власти не способны. Деньги на ремонт фасадов и крыш в исторической части города, реконструкцию и чистку системы воды от ведения, ремонт внутриквартальных проездов выделяло государство. Но всего лишь 66 миллионов гривен. На такую сумму много не сделаешь. Зато на ремонт своих кабинетов чиновники деньги нашли. Правда, окольными путями. Кабинет мэра, как многие говорят. Там его, если и ремонтировался он, то не за бюджетные деньги. Также кабинет, в котором я сегодня нахожусь, он на Думске, он отремонтировал не за бюджетные деньги. Заслуга весьма сомнительная. Ремонт кабинетов местного начальства за непонятно чей счет, явно попахивает статьей о коррупции. Тут бы прокуратуре поинтересоваться, откуда денежки, господа, и за какие услуги. И совсем уж празднично прозвучал ответ начальника управления экономики, промышленности и инвестиций. За прошлый год в город привлекли почти миллиард долларов капитала. Кто принес эти деньги, во что и где они вложены, чиновник почему-то не рассказал. Пока не видно, чтобы на разваленных советских предприятий строились промышленные гиганты. К сожалению, промышленности у нас достаточно мало осталось, и помощь им большой город на сегодняшний день оказать не может ввиду разных экономических проблем именно в стране. Если управление экономики и промышленности не может реально помочь развитию этой самой промышленности, непонятно, зачем оно существует. Что же касается создания новых рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса, то это, выражаясь нормальным языком, расширение беспорядочной торговли. Будками, лотками и торговыми павильонами заставлены все улицы. И количество их растет в геометрической прогрессии. Несмотря на мораторий на их установку, о котором так любит вспоминать наш народный мэр-хозяйственник, о своих достижениях доложил и начальник управления в предоставлении административных услуг. Того самого, где выдают всевозможные справки. 7 минут на сдачу документов и еще 7 на получение через несколько дней. Кто сомневается, может проверить, как просто у нас получить необходимые бумаги. И, конечно же, у всех чиновников громадные планы на год нынешний. Так было и в прошлом. Только жизнь одесситов лучше не стала. Александр Рабиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ. Пляжный сезон под угрозой срыва. Предстоящим летом простым смертным практически не останется места на берегу моря. Если в прошлом году силами городской власти доступ на пляжи был практически монополизирован предпринимателями, то в этом году ко всем бедам еще добавилось и влияние природы. Зимние шторма уничтожили практически 50% песчаной линии. Проинспектировала остатки одесских пляжей в районе Большого фонтана и наша съемочная группа. Вот так выглядят сегодня пляжи в районе Большого фонтана. После зимних штормов песок смыло просто в море. Если бы сегодня начался пляжный сезон, то позагорать на песочке удалось бы единицам. Старожилы говорят, что такие маленькие пляжи были в 60-е годы прошлого века. Еще до того, как построили волнорезы. Сейчас же природа медленно и уверенно отвоевывает свою территорию. Причем это касается как муниципальных пляжей, так и арендованных участков берега. Одесситы, привыкшие гулять по побережью фонтана, отмечают, что изменения значительные. Все абсолютно залито, причем оголились те камни, которых вообще не было видно летом. А дальше пляж вообще полностью залит. То есть очень значительно. И сам пляж, конечно, он уменьшился, там где песок. Подмыло, да, очень сильно. Укоротились пляжи. Будет ли команда молодых так называемых профессионалов Костусева принимать какие-то меры по спасению пляжей? На этот вопрос почти все горожане отвечают однозначно. Думаю, что нет. У нас на все не хватает денег. В этом году точно, наверное, не будет. Нет! Городская власть точно в этом году делать ничего не будет, Впрочем, исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты города и развития побережья Олег Сирота, 14 марта сообщил телеканалу Интер, что из бюджета города выделено 250 тысяч гривен на спасение береговой линии. Его заместитель Сергей Значко за два дня до этого в интервью сообщил совсем другую информацию. В данный момент ведется мониторинг. Делаются замеры пляжей, чтобы узнать, какое количество песка осталось. Мы знали, сколько было в прошлом году. На основании этих цифр можно вычислить, сколько песка унесло в море. И, соответственно, какую сумму денег заказывать на намыв песка. Пока неизвестно, найдутся ли в бюджете деньги на эти цели. Впрочем, даже если эти деньги и выделены, то их вряд ли хватит, чтобы хоть как-нибудь повлиять на ситуацию. Что можно сделать на 250 тысяч гривен для расширения береговой линии? Непонятно. На вопрос, хватит ли этих денег на намыв песка, одесситы тоже знают ответ. Нет. Ну, возможно, для какого-нибудь автомобиля. Ну, кому-то, да. Наверное, вполне. А там, где природа еще не отобрала песок на пляжах, его с успехом забирают себе предприниматели. То ли с разрешения, то ли с молчаливого согласия городской власти. Как говорится, с любовью к Одессе. Вадим Тютюкин, Юрий Весилык, телекомпания «Круг». 20 марта стало первым по-настоящему теплым весенним днем. Корреспонденты телекомпании «Круг» не упустили возможности прогуляться в одном из одесских парков. А заодно съемочная группа проверила, как муниципалитет заботится о зеленых зонах. Концепция «Одесса. Город без окраин» похоже существует только в воспаленном воображении Алексея Костусева. Окраин у города, хоть отбавляй одна, депрессивнее другой. Достойное место среди этих антижемчужин Одесса занимает лесопарк аэропортовский. Высадили его еще в 50-е годы, чтобы защитить город от шума самолетов. С тех пор многие горожане облюбовали это место для пикников. И парк постепенно превратился в сплошную мусорную свалку. Слов не придумаешь. Я просто, когда сам зашел в эту посадку, ужаснулся. И мы, бывает, с семьей выезжаем на отдых за город и с друзьями, но мы после себя всегда оставляем чистоту и порядок. А здесь и строительный мусор, и битые бутылки из-под пива, шампанского. Ведь есть хорошая пословица в нашем народе. Не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. Виктор видит проблему в самих горожанах, которые оставляют весь этот мусор на траве. С этим не поспоришь, хотя встает и другой вопрос. Куда смотрит Зерентрест, экологическая милиция и прочие муниципальные службы? Наверное, городские власти должны этим позаниматься, поинтересоваться, что здесь происходит. Конечно, власти городские должны. Я не говорю, что припустим, мы с горсовета должны выйти сюда что-то делать. Но они же знают, кто чем занимаются. Посреди парка можно увидеть редкую для нашего климата картину. Настоящую березовую рощу. Среди черно-белых стволов торчат кресты, небольшие заборчики и даже полноценные могильные плиты. Местные жители организовали в рощи кладбище домашних животных. Совсем рядом бегают и играют дети. Многих такое соседство смущает. Да и рощу жалко. Надо убрать. Здесь очень много детей отдыхает. Приезжают с детьми. Дети бегают, естественно, смотрят это все. Думаю, что, наверное, надо перенести куда-то. Наверное, организовать какое-то место для животных. Раньше в рощи занимались спортом. Теперь от спортивной площадки осталось несколько ржавых турников. Остальное спилили на металлолом. Могилы на месте спортивных снарядов выглядят очень символично. Почти что модель развития страны за 20 лет. Я понимаю, что животных любят. Это член семьи и все. Его надо где-то захоронить. Но надо где-то кусочек земли определенный. Чтобы кто-то за это отвечал. Чтобы оно не так хаотически все. Не все владельцы домашних животных довозят их до этого импровизированного кладбища. Некоторые предпочитают бросить почившего питомца, где попало. Пусть даже на пешеходной тропинке. Трупы животных вообще местная достопримечательность. По всему парку валяются мертвые вороны, сороки и прочая живность. Константин Гак, Руслан Акаев, телекомпания Круг. Уже полтора месяца в Одессе действует автоматизированная система регистрации дошкольников. Все это время она работала в тестовом режиме. А в среду система была презентована работникам детских дошкольных учреждений. Если у вас есть маленькие дети и вы собираетесь записать их в детский сад, то информация следующего сюжета наверняка станет для вас полезной. Облегчить задачу выбора дошкольного заведения и подачу заявки в садик позволит новый интернет-портал ASAD.org. Теперь одесситы могут в любое время и с любого места, где есть доступ во всемирную сеть, зарегистрировать своего ребенка в списке на зачисление в дошкольное учебное заведение. Мы оказываем помощь родителям в данной системе, помощь районным администраторам. Автоматизировано идет получение путевки и, конечно, наши статистические отчеты, которые мы готовим по детским садам. Родитель вносит свои данные и данные ребенка в систему. Затем в течение 30 дней он должен прийти в отдел образования и подтвердить эти данные. Номер свидетельства о рождении ребенка становится уникальным кодом, поэтому стоит быть внимательным при заполнении формы. Регистрация детей возможна, начиная с полутора лет. Система автоматически распределяет детей на четыре возрастных категории. Система что делает? Автоматически распределяет места, автоматически отправляет уведомления о получении путевки и автоматически формирует саму путевку на основании этих данных, которые вели родители. На сайте в разделе «Помощь» содержится подробная инструкция для родителей. На портале есть и раздел со 118 сайтами детских дошкольных учреждений города с информацией и фотографиями. Тут же можно найти адреса и контактные телефоны заведующих детскими садами, а также сведения о наличии свободных мест. Удобно подать заявку можно в любое время, с любой точки доступа к интернету. Система автоматически формирует отчеты. Эффективная автоматизированная система повышает споры, систематизирует процесс зачисления в детские сады. Подобная система уже 10 лет работает в Европе. Используется она в России и Беларуси. В Украине автоматизированная система регистрации дошкольников есть пока только в Киеве, Днепропетровске, Львове, теперь и в Одессе. Оправдает ли себя нововведение? Поживем, увидим. Елена Мазур, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Чемпионка мира по шахматам Наталья Жукова встретилась с одесскими коллегами. Призер международных соревнований рассказала, в каком положении находится современный шахматный спорт в государстве. О том, как стать чемпионом в таком непростом виде спорта, знает Денис Соколов. Наталья Жукова достаточно весомая фигура на международной арене шахматного спорта. Заявив о себе еще с детства, она выиграла несколько чемпионатов Европы. А совсем недавно она вернулась с очень важной для нее победой в командном чемпионате мира по шахматам. «Иногда везение. В общем, мы показывали не суперигру, не очень сильную. И, в принципе, как бы это был звоночек, звоночек, что мы не в очень хорошей форме. Этот матч должен был показать, или мы вообще действительно ничего не можем в Астане показать, или мы на что-то способны». От представителей областной администрации гроссмейстер получила часы и почетную грамоту. После вручения роскошного букета цветов разговор перешел в более серьезное русло. Речь пошла о подготовке к международному старту. Она оказалась непростой из-за мизерного финансирования шахматного спорта. «К сожалению, вы знаете, я даже никогда такие вопросы не поднимаю. В принципе, это те затраты, которые бы могло помочь государство, украинская федерация. Но у них нет такой возможности». Финансирование играющих – дело рук самих играющих. В Одессе шахматный спорт практически никак не поддерживается на городском уровне. Однако областная администрация уже заявила, что начнет масштабное финансирование многих видов спорта, в том числе и шахмат. Чемпионка теперь будет получать государственную стипендию 3000 гривен. «К большому сожалению, и мы об этом в кулуарах уже говорили, не всегда те виды спорта, которые требуют такой же отдачи, может быть, как и бокс, футбол, и другое, и теннис, затруднят внимание, достойное того, чего они должны быть достойные. Поэтому я бы очень хотел, чтобы все-таки наше сегодня маленькое таблицко переросло уже в систему». Выдающегося гроссмейстера пришли поздравить и юные чемпионы Одесской области по шахматам. Наталья Жукова отметила, что многие подростки бросают спорт, когда приходится выбирать между спортом и работой. А хотелось бы и в будущем видеть в Одесской области своих чемпионов. Денис Соколов, Юрий Веселык, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 34-0076. Всего наилучшего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин